Народ всем привет как вы уже поняли сегодня мы будем готовить сыровяльную колбасу и так для этого нам понадобится где-то 0,6 килограмма давайте так поставлю 0,6 килограмма или либо 600 700 грамм телятины я ее нарезал за кадром чтобы вас не отвлекать это первое что нам понадобится и так для приготовления сыровяленой колбасы как я уже говорил нам понадобится телятина свинина вот этот кусочек где-то два два с половиной килограмма но использовать мы не будем весь мы будем использовать килограмма полтора то есть три части свинины одна часть телятины и пол части сала вот кусочек сала вы видите это основные три ингредиента которые мы будем использовать для приготовления фарша или мяса и не знаю как правильно назвать для приготовления сыровяленой колбасы ну что приступаем значит в любом случае тот жир который будет на нашем мясе мы будем его использовать но для того чтобы все у нас было хорошо я рекомендую жир все равно срезать с мяса то есть убрать его чтобы мы его могли смолоть аккуратненько отдельно то есть мы его срезаем вот такими вот движениями просто срезаем потом его отдельно от мяса мелко-мелко сделать помол значит мясо нужно ну вот внутренний жир который не скажем так не фэншуин как я его называю то есть это внутренняя часть я например выкидываю я оставляю только внешний жир такого плана как сало а а а а а Добавляйте, пожалуйста. тогда уже мясо можно жарить мясо в губке или в мякухан кабанье но и в метр на голове по ходу рекомендации что если молотить мясо то сильно лучше не знал что так мясо, у нас только масло, не и сам паштета а чтобы не взять мясо, то не взять мясо для этого все лишнее у тебя я завесся на локу я завесся на первый паштет так еще вот жира я считаю богатого человека Субтитры делал DimaTorzok Для того, чтобы это все дело смолоть в комбайне, наше мясо надо немного измельчить на небольшие кусочки, поэтому измельчаем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В принципе, я не ограничиваю себя в выборе мяса для колбасы. То есть, давайте так скажем, мясо может быть как и лопатка, так и стыдно, задняя часть, так и ошеек. То есть, выбор за вами. Что вы хотите? Более жирное? Тогда можно говорить в отношении ошеек. Мясо более жирное. Вот здесь, как вы видите, основная часть, не знаю, видно вам или нет. Основная часть мяса достаточно постная. Вот эти вот маленькие кусочки жира. Сейчас, секунду. Как бы, ну, для колбасы это не в счет, да? То есть, мясо, как вы поняли, у меня не котлетное. Вернее, не гуляш жирный. А вот такое вот мясо. Не жирное. Более постное, скажем так. Значит, мясо у нас нарежено. Есть у нас кусочек сала. В общем, сейчас я это все дело измельчу в комбайне и покажу вам, что получилось. Народ, только что за кадром, я смолол сало. И я рекомендую по отдельности молоть сало, жир от мяса, чтобы потом в дальнейшем это все смешать. То есть, вот наше смолтое сало. Сейчас будем молоть мясо. Приступаем. Народ, ну, вот так вот выглядят три основных наших ингредиента, из которых мы будем делать нашу сыровяленую колбасу. Сало дальше сверху. О, не сало. Свинина сверху. Сало снизу слева и говядина справа. От вас, перед вашими экранами. Это три основные ингредиента. Вот из них мы будем делать колбасу. Сейчас сделаем просто и банально. Чистые руки. Желание. И желание, да? В общем, а теперь просто берем и вымешиваем. Давайте как-то так вот. Так. Продолжение следует. Так. Так. Продолжение следует... 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 да вот к этому мы еще добавляем 20 процентов от того что мы добавляли если у нас там полторы чайные ложки мускатного ореха и нам кажется что она добавить ну вот его достаточно тогда добавляем еще еще там пол чайной ложечки или соли вот мы там я говорил в начале видео про 3 ложки да потом 4 но сейчас посмотрим если соли будет достаточно то тогда добавим еще 20 процентов одна разрядано приблизительно столовую ложку stolen ну точно также по по остальным приправам если не хватает красного перца добавляем красного перца то поверьте но павлик мы так осуне не почувствовать чеснок чесночок ну вот в принципе это основные основные ингриденты которые мы будем видеть и которую мы будем использовать продолжаем вымешивать наши приправы принципе я все вымешал комочки есть но сейчас я буду просто на уровне тактильно руками разминать вот так выглядят наши приправы сейчас я приправы добавлю наше мясо и так вот вот наше мясо вот наши приправы давайте так видно засыпаем наши приправы сразу все и как бы вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Как мы добавляли туда коньяк, жидкость, да, вроде бы мясо должно было выделить цукровицу или там отдать лишнюю влагу, да, и в случае с солью. Но этого же не произошло, мясо активно насыщается запахом приправ. Ну, в принципе, приступаем. Сейчас все покажу. Продолжение следует... Вот так беру в руку, сканкиваю такой кусочек и отправляю его сюда. Ну, то как делать, кому удобнее использовать какие-то трубки, насадки и так далее. Я привык так. Слава Богу, колокеновая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну что народ в результате всей работы мы получили вот такие вот четыре не 3 4 колбаски здесь у нас получилось 2 килограмма приблизительно ну на выходе должно получиться около там кило 200 кило 300 ну посмотрим посмотрим какой результат какой степень сухости колбасы мы захотим соответственно если будет очень сухая она потеряет большой очень большой процент флаг все в принципе для того чтобы колбаска наша немного обветрилась немного отдала первого говорится влаги я на ночь пока не так и оставлю я не буду ничем ни во что не заматывать я имел ввиду я колбаску в таком прям состоянии оставлю в проветриваемом помещении но только на ночь сейчас уже вечер то есть ночи на пробудет на открытом воздухе после чего она перейдет в холодильник в принципе и все обязательно протыкаем колбаску выпускаем воздух протыкаем колбаску галочки выпускаем воздух чтобы не было у нас воздуха в колбасе ну что прошлись сутки колбаса обветрилась немножко вот такой вот она имеет цвет я специально положил на фоне белых салфеток чтобы баланс белого до приблизительно был правильный вот колбаса сутки простояла на холодильнике то есть на открытом воздухе немножко обветрилась и теперь колбасу я перемещаю на ближайшие там две недельки в холодильник мне в холодильнике есть еще режим продувки или вентилятор или как угодно называйте охлаждение с продувкой и вы тоже включу очень полезная вещь для колбасы самое ну ну в принципе продолжаем заниматься нашей колбасой посмотрим чтобы через пару дней всем привет значит прошла неделя вот так выглядит колбаса наша через неделю давайте вот на этой будет лучше она стала более упругая видите да она не не так уже быстро восстанавливает свою форму то есть нажимаем достаточно медленно она стала тугенькой и если присмотреться можно увидеть что вот здесь видно хорошо вот здесь местами тоже видно что из-за того что колбаса потеряла объем потеряла влагу не появились кармашки так с называемым воздухом значит колбаса находилась вялась в таком режиме в течение недели вот так выглядит каждая палка с обратной стороны то есть я показываю так как есть без преувеличений без преувеньшения вот наша колбаска это более тугая потому что она была сверху на этой и ее больше обдувал воздух если у вас есть режим вентиляции в холодильнике рекомендую его включить при приготовлении данными данного вида колбасы вот в принципе все как всегда нам сегодня помогает неудержимая детская энергия прошло две недели вот так вот она выглядит вот такой приятный цвет как можно заметить колбаска потеряла влагу соответственно усохласть то есть вот здесь видите воздушные пробелы на каждой колбасе есть такие да она стала тугая вот смотрите как колбаса стала тугая но еще не до конца значит колбаску я колбаску я немного с плюс ну ну качалкой прокачал можно принципе руками для того чтобы она была чуть чуть более более плоской скажем так значит ну за две недели вот колбаса набрал вот такой темный цвет так чтобы было понятно значит вот это чуть больше двух недель находится в холодильнике вялиться а вот эта колбаса она еще мягенькая совсем мягенькая вот она как вы видите она восстанавливает свою форму но совсем мягкая ей дней 5-6 тоже я ее приготовил вот так вот на палочках она у меня стоит две большие три маленькие значит она тоже имеет отличный запах хорошо вялится процесс идет равномерно что меня радует вот на палочках лучше всего потому что подвесить у меня возможности в холодильнике нет такое количество колбаски ну эту например и эту одновременно не могу подвесить да поэтому вот эта колбаска на у меня так вот лежит на тарелке я периодически ее переворачивают посмотрите здесь колбаса уже начало темнеть хотя еще мягкая мягкая очень эти же колбаски еще светлые еще в влага из них не вышло в общем продолжаем вярить колбасу ставим лайк и пишите на канал народ всем привет продолжаем наше видео на тему на тему сырой вяленой колбасы в домашних условиях значит ситуация следующая полторы недели назад я снял видео и вы его буквально через пару мгновений увидите через пару минут о том как готовилась вот эта вот колбаса вот именно вот это там ее еще много потому что это все дело происходило еще до пасхи значит я привлекал эту колбаску значит эта колбаса вярилась в холодильнике порядка месяца и как видите от нее остался одна палочка все остальные колбасу мы съели на пасху и я вам показывал вот эту вот колбаску которая была еще сырая не готова которая влезала значит отличие в приготовлении между этими колбаса колбасами следующее значит это три недели пролежала холодильники потом неделю на холодильнике ну по аналогии с галеным мясом если кто не видел рекомендую посмотреть видео про галеное мясо давайте вот так сейчас секунду вот так вот лучше надеюсь видно значит она пролежала три недели в холодильнике и недельку она лежала на холодильнике выветривалась набирала цвет вот на ней выступала такая вроде как пищевая плесень она ну вы понимаете да жуткая жуткая ароматная значит вот буквально через минутку вы увидите как ну 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я разрезаю вот эту вот колбаску, ну такого же плана колбасу, разрезаю и как она получилась и так далее и тому подобное. Значит разница вот в этих колбасах, как я сказал, это все время лежало в холодильнике и она получилась более вяленая. А эта же колбаса, она более, скажем, более, можно сказать, сушеная. Ну, более такая тугая, то есть это более мягенькая, как вы видите, да. Эта же колбаса, ну она не сгибается, ничего. То есть вот, вот, вот такая вот колбаса получилась, естественно, на ней есть такие высолы и небольшие, небольшие бактерии, если это можно так сказать, или как это, заплесневинник, не знаю, пищевой. В общем, вот эти две большие колбаски, им еще чуть-чуть времени надо, но они уже будут дозревать в холодильнике, то есть она высохла по краям, только в центре чуть-чуть. Сейчас я отклею еще фотографии, как она у меня лежала на холодильнике, на тарелке при помощи вот таких вот, я использовал такие вот палочки сосновые, обычные, то есть я их выкладываю в клубную тарелку, да, выкладываю на нее колбаску, перекладываю еще раз палочками, и еще раз колбаску. Значит, давайте мы разрежем вот эту вот, я отодвину. Давайте разрежем и посмотрим, что же у нас получилось. Вот такой вот внутренний вид колбасы, давайте сейчас найду вам резкость сюда, сюда. Значит, цвет однородный, давайте отрежем пару кусочков. Колбаска тугенькая. Вылеживалась и вызревала она в холодильнике 3 недели, после чего неделю на холодильнике подсушилась. Значит, за 3 недели она практически не изменила цвет. Очень-очень сильный запах стоит, очень приятный. Как всегда, мускатный. По запаху, кстати, они очень похожи с предыдущей колбасой. Шкурочка извлекается достаточно легко. Знаете, в том видео, я не знаю, увидите вы или нет, скорее всего, вы увидите в перемотке. Вот эта колбаса получилась немного пересоленная. С этой же колбасой все отлично. Давайте я разрежу всю палку, чтобы было почистим у него по классике жанра, чтобы, видите, журочек проступил. На самом деле, я снимаю сейчас уже темнее, солнце село, и свет немножко не дает показать всю красоту колбасы. Так, а вот вылазят наши артефакты. Значит, смотрите, давайте я вам покажу. Если кто-то... Вот так вот. Если кто-то думает, что можно использовать любое мясо на колбасу, то я вот вам хочу показать вот в этот момент, вот эти вот жилки. Чем лучше мясо вы будете использовать для колбасы, тем лучше получится колбаса. Тем лучше. То есть, а-ля варианты, как я где-то там в интернете видел, купить обрезь или еще что-то там, и делать колбаску с обрезков каких-то. Не оно. Ну, значит, вот эти вот жилки как раз и не дают колбасе держаться. Так она, в принципе, туненькая. Ну, я еще ее, наверное, недельку подержу, всю остальную. Ну, а так колбаска очень вкусная. Нежная. Мягенькая. И не супер соленая. Потому что вот эту я немного пересолил. Ну, в принципе, все. Сейчас я сделаю пару фотографий, чтобы было крупным планом видно структура колбаски. Ну, и если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, до свидания и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...